Всем добрейшего предобрейшего утра! У меня завтрак. Завтрак у меня совершенно простой, но насыщенный всем необходимым хлебец, который я смазала маслом и положила вот этот сыр с семечками, поделила его пополам и вот так разложила вдоль хлебца. Здесь совершенно неудачно сваренное яйцо или просто сваренное неудачное яйцо. Я не знаю, но пока оно варилось, из скорлупы вылез белок и у меня теперь яйцо имеет вот такую форму туповатую. Не знаю. Ну, яйцо содержит очень много микроэлементов необходимых нам, так что все нормально. И салат. Здесь айсберг, морковка, укроп, сметана. Чуток посолила. Нет огурцов в салате, потому что их просто нет в холодильнике, как оказалось. Так что сегодня мне нужно прикупить. У меня овощи горят, горят, горят. Огурцы идут во все салаты, поэтому мне нужно еще подкупиться. И чай, который настаивается, черный чай. Вот азер-чай, самый вкусный чай в мире. И еще ложечка меда. Пью чай в прикуску с медом, как вы меня и учили. Мне приятного аппетита. И вам, если вы за столом, тоже приятного аппетита. Пусть пища идет нам на здоровье, приносит огромную пользу и величайшее удовольствие. Лет 10 назад приобретенный в Мэме жилет носился мною с большим удовольствием. Ну, года три, наверное. Потом так получилось, что я в него просто перестала вылезать. Как мне было приятно сейчас достать его и одеть. И он так спокойненько, так на мне, знаете, сходится. Мало того, что тут еще есть место. Как можно... То есть, можно и что-то теплое одеть под него. Замечательный жилет. Мне он очень нравится. Такого кораллового цвета. Но у него, знаете, текстура такая бархатистая. То есть, это не что-то такое гладкое, да? С такими очень удобными глубокими карманами, с выточками, которые подчеркивают рельеф тела. То есть, он приталенный, очень женственный. Мне очень нравится. В общем, я собралась с Николькой на прогулку. То есть, мы идем дышать свежим воздухом. Погода у нас хорошая. Сейчас выйду, вам покажу. Единственное, что я вот думаю, а не тепло ли я оделась. Потому что на мне вот этот вот лонгслив, да, как сейчас это принято называть. Не знаю, раньше мы не бросались такими словами, а теперь мы все такие умные стали. У нас худи, свитшот, лонгслив. А у нас были майка футболка, плывер. Вот, вы говорите, показывайте лук. Показываю мой спортивный лук. Ну и, конечно, одеваем с вами очечи. И первая ваша подруга готова. Между прочим, вторая тоже готова. Вот она ждет, одетая. Одеваю свои вот эти кроссовки, которые я покупала в Турции. Где я их покупала? Покупала, где я покупала? Я уже не помню, где я покупала. Да, идем, все. Покажу вам нашу погоду. Смотрите, какое яркое солнце, чистое небо. И чувствует мое сердце, что будет мне жарковато. Мы договорились с дочерью встретиться по дороге. Прогуляться вместе. Деревья цветут. Красота. Николька идет он. По мусору не только. Николь, в сторону подойдет. Коза не уступает. Хорошо. Машины, конечно, шумят. Я знаю, вы это не любите. Но мы так живем. О, камулька. А вот она. Николь, смотри, кто идет. Мари, смотри, 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 кто. Смотри, смотри. Краса неземна. Смотри, Николька. Ой, чебой, зимой. Ой, чебой, зимойки. Мы пересеклись. Поболтали. И разошлись. Ну, потому что ей надо по делам. А мы с Николькой вот ходим же вот так, понимаете. Два шага вперед и четыре минуты на месте. Поэтому я сказала, ты давай иди по своим делам. Поцеловались, обнялись, поговорили. И хватит. Вот. А мы пойдем гулять. Пойдем гулять до кофе-тайма. Погуляем. Подышим воздухом. Пройдусь по улочкам. Ну, Кость, отсюда я тебя, по-моему, еще не проводила. Ну, это короткая улочка. А, не-не-не, мы с тобой отсюда ходили. Да, просто мы... Подождите, я повернусь вот так вот. Она меня запутывает. Да, мы просто не до конца с тобой тогда дошли. Мы вот до того дома с красными дверями и воротами доходили и все. С той стороны шли. Вот оттуда, где машина стоит. А с этой стороны мы не гуляли. Вот. Изведать неизведанная Николь, правильно? Правильно. Правильно. Тебе туда надо? Срочно? Может, не надо? Николь. Ну, идем. Идем оттуда. Ладно. Хорошо. Я покажу сейчас один дом большой. Раз уж она оттуда пошла. У нас же, понимаете, как наш поселок, это симбиоз. Нет, симбиозом это не назовешь. Ну, это тандем, скажем. Ну, а может быть и не тандем. Дорого выстроенных домов. Дорогих, богатых. И очень даже скромных домишек. Смотрите, конечно, это уникально. Так что в Баку город контрастов. Так же, как и Стамбул. Единственное, что я, правда, не знаю, там будет ли собака большая на улице. Потому что лай иногда я слышу с той стороны. Ну, может быть, это просто собака во дворе. Скорее всего. Идет ваша подруга из Баку. Иди сюда, Николь. В открытые ворота не надо заходить. Вторая подруга, которая не всегда слушается, между прочим. Сейчас я вам покажу вот этот вот дом. С французскими окнами. Ну, как бы окна французские, балконы, по-моему, не совсем французские. Посмотрите, этот дом. На крыше часы и стоят две такие статуи. Мужская и женская. Дом огромный. Мне всегда было интересно, зачем людям такие большие дома. Никогда я не понимала этого. Мне кажется, я никогда этого и не пойму. Может быть, ну, как мне как-то однажды сказали, если бы были такие деньги, у вас такие деньги, как у них, возможно, что вы бы тоже захотели построить дом. Вы знаете, нет. Если бы у меня были такие деньги, как у них, я бы объехала полмира. У меня немножко другой уровень мышления, честное слово. Я бы объехала полмира. А строить такие виллы без вида, рядом с больницей, ну, я не пойму. Я лучше построю маленький дом, но с роскошным видом, допустим. Да, вот если бы у меня были действительно деньги. С таким видом, чтобы, ах и ох, каждое утро, я не знаю, каждый вечер. Встречая рассвет утром, млеть от вида, провожая солнце, то есть встречая закат. Да, я бы балдела, конечно, от видов. Вот меня, например, радуют деревья, меня радует природа. Если бы стоит маленький домик, очень скромный, и с внешним видом, и с внутренней начинкой, ну, будет окружать красота, речка, горы, лес. Вот это я понимаю. А так, построить, купить, я не знаю, допустим, пять суток на четырех, построить дом, и все. С видом на больницу. Да, Николь, это как-то оно, оно все как-то так странно очень. Поэтому многие никак не могут понять, да, что у меня за дом. Николь, иди сюда, не приставай. Что у меня за дом, почему он такой. Я еще, конечно, к этой теме вернусь. Я обязательно объясню, почему именно так. Ну, вот. Вообще, каждый человек живет по своим средствам, и это правильно. Делает в этой жизни то, на что у него хватает денег. Да, чего хочет, и на что хватает денег. Это раз. Во-вторых, у каждого свои требования к жизни, ожидания, желания. Все люди разные, все мы хотим. Кто-то, знаете, живет целью накопительства, строят дома, покупают квартиры. А кто-то живет, наполняя свою жизнь эмоциями. А у всех у нас конец один. Мы приходим голыми в эту жизнь и уходим голыми. Уже вся эта поляночка, смотрите, в одуванчиках. Так красиво смотрятся эти фонарики белые. Наверное, когда ветер подует, как взлетят все эти зонтики вверх. Вот красота будет. Мы, как всегда, дошли до парка. Пошли, Николька. Идем гуляем дальше. Ветер нас маленько потрепал, но мы хорошо погуляли. Возвращаемся домой. Кулек с вкусняшками и с едой для Никольки. Да, Николя? Привет, привет. Такая хорошая погода, что сидеть дома – просто огромнейшее преступление. Мне не хватило прогулки. Мы это, мусор выкрасывали. И бедра у нас… Здесь кульков, да, Николь? Я бы, конечно, гуляла бы намного дольше. Ну, Николька, как бы полтора, максимум два часа. Потом ее нужно брать на руки и гулять с ней на руках. А на руках, вы же знаете, не айс. Почему? Растет девушка, тяжелее. Ну, не в рост идет, а вширь, набирает. У нас с вами что? У нас с вами пофитами. Но мы припозднялись. Время – 20 минут 12. Ай-яй-яй. Чтобы быстрее было горячей водой, залил кофе. Все, поставили. Водички. Хоть полстаканчика, а надо. Наше здоровье. Она такая, немножко корчеватая. Штоп, кофе. Сливки. Красивая тарелочка кулички. Надо будет мне часть заморозить, потому что все не съем. Я же ем там 2-3 максимум, да. Давайте съедим этот шоколад, который нам с вами очень понравился. Вот этот, который с апельсинами. Тут половинчик осталось. Съедим. Сейчас сделаем такую тарелочку. По минимуму, но красивую. А еще добавим вот этих вот хлебцов. И выйдем на улицу. Я там уже все приготовила. Стол протерла, кресло протерла, сидушки вынесла. Завариваем кофе и выходим на балкон. Сышать воздухом. Ой, ну как это можно пропустить, а? Вот это весеннее пение птиц. Это погода замечательная. Это небо синее. Листочки зеленые. Пока спокойно, нет такого ветра. Рядом не колька. И мой кофейный набор. Собственно, сам кофе. Клубнички. Три клубнички я нарезала вот так вот красиво. На половиночке. Так, чтобы хвостики оставались на обеих половинках. Здесь у меня хлебцы. Остаток шоколада. И сыр с Валем. Да, вы знаете, даже не пытайтесь меня понять с моим вкусом. Честное слово. Вот для меня это просто замечательное сочетание. Хотите верьте, хотите нет. Копченый сыр, сладкий шоколад, хлебцы, клубника и кофе со сливками. Кто так может? Вот я так может. В общем, я, Николь, балкон, птички. И сосновая пыльца. Мы вместе. Вы на эту влань посмотрите только. Ну, на эту влань посмотрите, а. Только что она съела вкусняшку. Посмотрите. Тебе есть... Видите, что она на меня ругается. Она вкусняшку получает раньше меня. Понимаете, что она на меня ругается. Пошла. Обиженная на жизнь. Так. Сыр. Сыр с кофе. Ну, я не знаю. Либо я одна такая сумасшедшая. Но мне это очень нравится. Подождите, вы стоите на салфетках с кончиком. Ну, чтобы они не разлетелись, вы их придерживаете. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Кто еще любит такое сочетание? Кофе с сыром. Мне все равно какой-то будет сыр. Копченый. Обычный, такой, по типу голландского сыра. Твердый сыр. Мягкий сыр, белый. Соленый. Пресный. Там, по типу моцарелла. Я не знаю, мне все равно. Пусть это будет сыр и кофе. Сыр с каждым приемом пищи очень полезен. Сыр это фистал. Правда, я не знаю, нынешние сыры, насколько фистальные. Но она внутри не такая красная, как хотелось бы, конечно. Но сладость есть. Надо было сказать, мне приятного кофе пить. Если вы сейчас получаете такое же удовольствие, как и я, то вам тоже приятно время провождение. Увидимся дальше. На самом деле, в реальную минуту я пошла убираться во дворики и заниматься растюшками. Но мне почему-то захотелось, знаете, монтируя это видео, снять вам кадры мотивации, такой легкой мотивации, это по разбору специй. Вот в моем случае этот процесс происходит очень-очень редко, а зря. Потому что я сейчас, перебирая вот эти пачки со специями, понимаю, как многое вышло из срока, скажем так, как и мне приходится от этого избавляться. В общем, я перебрала все эти пакетики со специями, баночки просмотрела, чтобы там никто случайно не завелся. И вот этот вот контейнер, который предназначен, по-моему, для специй. Я, кстати, такой контейнер использую еще и для косметики. У меня очень удобная штука. Вот эти разделители, они прям вот очень удобно используются. Мне нравится. Здесь у меня еще как раз оставалась пачка кунжута, начатая. А кунжут у меня уже закончился. И вот у меня ровно весь кунжут высыпался в баночку, что есть хорошо. Я сейчас протру еще полочки, вот здесь, где лежат у меня специи. Но на самом деле, вот я сейчас попытаюсь вам показать, сколько у меня там мусора. Оно не видно. Вот что значит белая глянцевая мебель? Она все абсолютно скрывает. Только при ближайшем рассмотрении можно увидеть какие-то жирные точки. Камка, когда моя дочка приходит, она говорит, мам, у тебя все время чистая мебель. Я говорю, камочка, тебе просто не видно. У меня на самом деле есть пятна, у меня есть жировые отложения. Просто от того, что мебель глянцевая, белая, она все абсолютно скрывает, что есть хорошо для ленивых хозяек самое оно. Разобралась со специями. И теперь, что у меня остается, это у нас называется полбебер. Это, знаете, такой перец красный, и он такой острый достаточно. Не чили, это совсем другой сорт. Поэтому у меня остается кардамон молотый, тоже вышел срок. Чеснок молотый, тоже вышел срок. В принципе, у меня вот есть еще 2-2 пачки орегано, просроченные, приправа для курицы и для мяса. Но вот что касается приправ, я думаю, ладно, хорошо, я выброшу. Но вот что касается орегано, думаю, ну это же все-таки травка. Поэтому я думаю, может быть, я сейчас проверю. На самом деле вскрыла эти пачки, даже принюхалась, постаралась высыпать в отдельную емкость, чтобы посмотреть, все ли там нормально. Ни жучков, ни паучков, ароматы есть. И думаю, давай-ка сохраню. После заказа суши всегда сохраняю я баночки из подсоевого соуса. И они идут у меня как раз вот на приправы. И я решила пересыпать эти приправы в эту баночку, в этот флакончик. Использую, кстати, специальные воронки, которые дарила мне моя приятельница Танюша. Она еще и подписчица, к тому же моя, просматривает ролики. Танечка, привет вам большой. Все готово. И я очень надеюсь, что этими короткими кадрами я сумела и вас мотивировать на то, чтобы вы пошуршали в шкафчиках и вот в этих вот самых пакетиках с приправами. А вдруг? Значит, тут у нас эти сидят на заборе. Посягаются на наш дворик. А эта здесь за ними наблюдает. Она, понимаете, как ей и у меня на ногах хочется, да, посидеть и их погонять. Она же любит глубей гонять, да, и их погонять хочется. Вы смотрите, смотрите, как нервничает. Они спускаются во двор, она нервничает. Как так? Как так? Что делать? Что делать? Николь, как быть? Тебя опустить? Опустить тебя? Давай. Смотрите, смотрите. Она это делала с удовольствием. Гляньте. Смотрите, все поджало. Сейчас она быстро этот вопрос решит. Смотрите. Сейчас все будет быстро сделано. Она в двор никого не пускает. Ага, все. Пошла хозяйка, пошла. Молодец. Позвольте. Все. Понимаете, как? К нам никто не имеет права без разрешения заходить. Без Николькиного разрешения, если что. Бежит герой. Иди сюда. Иди, давай, давай. Все. Она, понимаете, как она долг выполнила. Она честь дома защитила. И сидит. Героиня. А вот это хорошо. Мы кофе попили с Николькой. Потом пошли, мусор пособирали. У меня сейчас чистые так от гореки. В общем, срочек поднимается. Ну, то есть, то нет, то порыды какие-то появляются. А я сейчас... Мне сейчас прислал видео мой один подписчик, который в Питере живет. Руслан. Руслан, вам привет большой. Он, значит, показал, что в Питере пошел снег. Он говорит, мы все убрали куртки теплые. В общем, подоставали одежды такие прохладные. А теперь вот все будем заново доставать. У них там снег, короче. Питер засыпает. Питер, привет. А я показала, а у нас какая погода. У нас жара, у нас небо, вон синее, солнце яркое. Но я говорю, как хорошо, что я не тороплюсь никогда перебирать свой гардероб. То есть, я позже всех это делаю. Но моя лень у меня на руку. А вдруг у нас тоже вот сегодня тепло. Понимаете, отопление выключили, а завтра вот возьми и что-нибудь там такое холодное приди. А у меня теплая одежда есть. Кому-то придется доставать, а я еще не убирала. Так мне нравятся эти зеленые листики тута. И там уже появляются, появились уже завязи вот эти плоды. Скоро будет тут. Но это тутовое дерево, оно совершенно невкусное. Тут пресный. Он только лишь падает мне во двор. У меня появляются муравьи там внизу. И мы метлой все это дело исправляем. Но ничего. Зато дерево красивое по весне. Хоть какой-то плюс всего этого. Николе это совсем не нравится. Ага. Ой-ой-ой, Николь. Ой-ой-ой. Тихо. Все, улетел, испугался. Улетел, Николь. Можешь расслабиться. Молодец. Все. Улетел. Не переживай. Так, ну что, Николь, посидели мы, посидели. Я вот думаю на балконе что ли поесть. Поесть на балконе. Сейчас я тебе тоже еду вынесу, да, Николь? Чуть облизываешься. Я буду есть, и ты будешь есть. Давай, ладно. Идем. Давай. Ты вниз. Иди давай. Ой-ой-ой. Думала поесть дома на улице. Дома на улице. На улице на самом деле уже жарко. Но я, знаете, что буду есть. Я вот достала из холодильника. Ничего разогревать не собираю. Здесь у меня тушеная цветная капуста. И тут у меня вот и васи. Вчера половину этого поела, половину этого поела. И сейчас просто доем. И все. И никакой салат делать не буду. Потому что на утро я готовила себе салат без огурца. Мне как-то без огурца не очень. Поэтому и не пошла не купила, честно говоря. Ой, ничего страшного. Я потом после работы вечерком мне уже нужно садиться есть 2 часа. Поэтому мне нужно перекусить. Не перекусить, а есть нормально. И этого хватит. Возьму хлебец. Вот. Сейчас один хлебец. И все. Овощи есть. Жиры тут есть. Углеводы есть. Клетчатка. Это самое. Белки, жиры, углеводы. Белков. Белки же в рыбе есть, правильно. Все нормально. У меня все сбалансировано. У меня ужин. И на ужин я себе запарила. Вот прям я в сковородке запариваю и цветную капусту, и брокколи. Я просто чуть-чуть наливаю воды, парю это и все. Причем я парю, знаете, до состояния аль денте. Чтобы они все еще немного похрустывали. Мне самое главное, это термическая обработка. И все, чтобы были ферментированные овощи. Чтобы они не давали вздутия и так далее. Так что я съем сейчас брокколи. Мне будет замечательно. А еще я настругала остаток салата айсберга. Добавила туда айсберга. Добавила туда, устала после работы. Добавила туда морковку, натерла. Замороженный укропчик. Чуток присолила. И сметанка. Сметанка пошла минская марка. Вкуснющая сметана. Вкуснющая. Обалденная. И кусочек вот этого сыра я тоже поем сейчас. Который с семечками. Так что, видите, под пергаментом у меня сыр хорошо держится. Ничего с ним не происходит. У меня там еще сколько остается. Давайте посмотрим. Все. И еще один кусочек будет на завтрак. И этот сыр я добила. Вот так. Мне приятного аппетита. Тем, кто за столом, тоже приятного аппетита. Атмосфера есть. И сейчас поставлю заряжаться телефон. И немного расслаблюсь. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.